Судя по всему, ни единой европейской валюте, ни фунту уже практически некуда расти. Они и так уже серьезно перекуплены, а участники рынка все никак не дождутся подходящего повода для полноценной коррекции. Иначе не объяснить практически полное отсутствие реакции рынка на довольно неплохие макроэкономические данные, публиковавшиеся сегодня в Старом Свете. Например, предварительные данные по индексам деловой активности в зоне евро оказались гораздо лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 48,3 пунктов до 55,1 пунктов при прогнозе в 50,8 пунктов. Производственный же индекс должен был вырасти с 47,4 пунктов до 49,8 пунктов, а по факту он подрос до 51,1 пунктов. В результате составной индекс деловой активности вместо того, чтобы вырасти до 50,7 пунктов, увеличился с 48,5 пунктов до 54,8 пунктов. В Великобритании же рост индексов деловой активности гораздо существеннее. Так, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 47,1 пунктов до 56,6 пунктов, при том, что прогнозировался рост лишь до 50,5 пунктов. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 50,1 пунктов до 53,6 пунктов, а прогнозировался рост до 51,5 пунктов. Все это привело к тому, что составной индекс деловой активности вырос с 47,7 пунктов, аж до 57,1 пунктов. Но в Великобритании еще опубликовались и данные по розничным продажам, темпы спада которых должны были замедлиться с 12,9 пунктов до –7 пунктов. Но оказалось, что темпы их спада замедлились аж до –1,6 пунктов. За месяц объем розничных продаж увеличился сразу на 13,9 пунктов, что почти вдвое больше прогнозного значения. Но, как и в случае с единой европейской валютой, по сути дела, никакой серьезной реакции рынка не последовало. Отсутствие роста евро и фунта явно показывает, что инвесторы лишь ждут повода для коррекции. И раз уж вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице в Штатах неожиданно разочаровали участников рынка, то теперь вся надежда на предварительные данные по индексам деловой активности. Важно не только то, что индексы должны вырасти, но и то, что все они должны превысить отметку в 50 пунктов, разделяющую стагнацию от экономического роста. Вкупе с чрезмерной перепроданностью доллара эти данные должны стать неплохим поводом для начала серьезного укрепления американской валюты. Но опять же, только в том случае, если данные вдруг не окажутся хуже прогнозов, иначе инвесторы вспомнят про отличные статд данные в старом свете, и тогда может повториться вчерашний сценарий. Анализируя торговый график евро-доллар, мы видим низкоамплитудное колебание цены в рамках 1,1590 – 1,1626, что говорит о высоком давлении и сигнале накопления на рынке. Район 1,1550 – 1,1650 продолжат взаимодействие с позициями трейдеров, что вызовет наибольший интерес у спекулянтов. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже, чем 1,1590, возникнет всплеск коротких позиций, который вернет котировку в район значения 1,1550. Для наиболее значительных изменений цены необходимо зафиксироваться ниже, чем 1,1550 на четырехчасовом периоде, для получения наиболее четкого сигнала восстановления. Альтернативный сценарий рассматривается в случае фиксации цены выше, чем 1,1650 на дневном периоде, и это может указать на изменение ценовых тенденций. Валютная пара фунт-доллар в очередной раз нашла точку сопротивления в районе уровня 1,2770, где котировка незамедлительно остановилась и перешла в фазу отката. С начала торговой недели это уже третья по счету касания уровня 1,2770, что указывает на сохранение восходящего интереса. Но объема покупателей недостаточно, что приводит к закономерному отскоку цены. С учетом имеющегося анализа стоит продолжить работу по двум торговым тактикам – отскок от района сопротивления и работа на его пробой. Покупка по паре рекомендуется производить в случае фиксации цены выше, чем 1,2770 с перспективой хода к 1,2810 – 1,2885, а продажу по паре рекомендуется производить по методу отскока от района сопротивления, где в данном случае вход в позиции можно осуществить ниже, чем 1,2715 в направлении значений 1,2700 и 1,2685. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!